Когда я была маленькой девочкой, мои лучшие друзья, жившие через дорогу, были католиками. На самом деле, я не знала ничего о религии или даже об Иисусе. И они сообщили мне, что я не смогу попасть на небеса, но я смогу попасть в Чистилище, потому что евреи убили Иисуса, и из-за этого я не могу попасть на небеса. Они были первыми людьми, которые рассказали мне о Холокосте, о людях, из которых делали мыло и абажуры, и я понятия не имела об этом. В 1975 году я поехала с Бобом Диланом в два шестинедельных тура Rolling Thunder Review, а потом еще в один шестинедельный европейский тур, и в том туре был Джонни Митчелл, Джоан Байес, Рэмблин Джек Эллиот и Роджер Маггин из группы под названием Birds. Мы тусовались с такими людьми, как Ринго Стар, Джек Николсон, и просто это было настолько потрясающее, очень веселое время, знаете, очень опьяняющее просто играть по всей Европе, ночевать в лучших отелях, проехать на частном поезде через шесть разных стран. Это было здорово, было все, что можно себе представить. Когда эти туры закончились, вместо того, чтобы быть в приподнятом настроении, я чувствовала себя абсолютно пустой, полностью потерянной, полностью просто как будто я забралась на гору и посмотрела вокруг, и с той стороны нет ничего. Я просто спрашивала себя, в чем смысл жизни? Если он не в том, чтобы, знаете, иметь все это, просто веселиться, если не в этом, если даже не в том, чтобы получать удовольствие от своего искусства, своего таланта, потому что все эти люди, с которыми я ездила, были настолько артистичными, настолько талантливыми, но у них были собственные проблемы, то в чем же смысл жизни? И в какой-то момент, когда я была настолько расстроена жизнью, я решила, что я дам себе 35 дней. Я записала это в свой дневник. Я даю себе 35 дней, чтобы найти новый подход к жизни. Меня просто тошнило от этого сознания, живущего в моем теле, и даже от того, как я думала о разных вещах. В течение этих 35 дней я подхватила болезнь под названием параллель Белла. Однажды вечером, когда я уже собиралась в постель, я чистила зубы, и вода брызнула из моего рта. Я жила одна в квартире на тот момент, и я подумала про себя. Я лягу в постель и проснусь парализованной. И, естественно, когда я проснулась утром, половина моего лица была парализована. Подруга Боба, эта большая темнокожая баптистка, схватила меня за руки и сказала мне... Начала молиться за меня во имя Иисуса. И я помню, что когда она закончила, я вышла из этого трейлера и была поражена. Я осмотрелась вокруг и подумала, что это было. А на следующий день я действительно начала видеть улучшение и чувствовать улучшение на своем лице. И в конечном итоге я поехала в тот европейский шестинедельный тур Боба Дилана. Однажды я была посреди пустыни со своей подругой, и мы были в мотеле. И я помню, я все еще была в поиске истины. Я открыла маленький ящичек в гостиничном номере, и там была Красная Библия Гидеоновых братьев. Так что я украла Библию и привезла ее домой с собой. И я помню, как открыла ее, никогда ранее, до этого не читая Библию, просто открыла ее на Матфея и прочитала слова «Блаженны нищий духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. И блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». И я подумала, что кто бы ни был этот Иисус, мне бы не помешал такой друг. У меня был учитель вокала, который взял меня в большую церковь с собой и своей женой. И там было около тысячи человек. Они все просто пели песни Богу и радовались. Их руки были подняты. И я смотрю вокруг себя в этом зале и думаю про себя. «Эти люди сумасшедшие? И одна... Я тут нормально? Или они что-то знают, чего не знаю я? Я вернулась в таком состоянии, отчаянно желая знать, в чем смысл жизни. И мой друг дал мне книгу Клайва Льюиса. Она называлась «Просто христианство». И я была в баре в Остине, штат Техас, с группой своего брата и кузена, которые играли там. И я начала читать эту книгу. И когда я читала книгу, это было просто как будто пелена, буквально спала с моих глаз. Я помню, как начала смеяться, думая, «О, Боже! Я знаю, кто такой Иисус!» Потому что Клайв Льюис сказал на 42-й странице этой книги, что вы не можете называть Иисуса пророком или мудрецом, или добрым человеком. Он позволял людям поклоняться себе и падать к его ногам. Или он или был тем, кем его считают, или он был помешанным, сумасшедшим, с манией величия. Но добрым его не называть нельзя. Он был либо тем, кем был, либо он был безумцем. Когда я вернулась в Калифорнию, мой друг взял меня с собой в церковь, в Вайньярд. И когда я выходила из церкви, там в задней части церкви был Боб Дилан, его подруга Мэри Эллис. Она посмотрела на меня и сказала, «Девочка, тебе нужно пойти в библейскую школу?» А я сказала, «Нет, мне нужна работа». И она сказала, «Ищи прежде Царства Божьей, это все приложится тебе». И, конечно же, я пошла в библейскую школу на 5 месяцев, 5 дней в неделю, 4 часа в день с Бобом и Мэри Эллис, я и еще 9 других людей. Сегодня я замужем за Марти Гетц. И у нас есть дочь, взрослая. И я работаю менеджером Марти, музыкальным продюсером, агентом по бронированию, турагентом. И он мой лучший друг. Но у меня есть еще один друг. Лучший друг. И это Ишуа, Иисус. И у меня есть простая детская вера в то, что он любит меня. И он любит меня.